Здравствуйте! Начну сразу же с сути. Sennheiser Ascentum Wireless являются упрощенной версией от Momentum 4, которые в свою очередь являются упрощенной версией от Momentum 3. Коробка очень аскетичная, внутри ничего интересного нет. Могли бы положить хотя бы наушники в какой-нибудь пакетик, там целлофановый хотя бы или бумажный, не знаю, что угодно. Но тут с внешним видом наушников также возникают некоторые проблемы. Наверное, уже нет смысла их куда-то класть во что-то, потому что с завода уже присутствуют некоторые проблемы. Я жаловался, что в Momentum 4 внутри был виден клей, это все неправильно. Здесь решили ситуацию исправить и клей оставить сразу же на видном месте. Я говорил, что в Momentum 4 вот здесь потекшая краска, это нехорошо, это как-то странно. И на этот раз решили не прятать, и потекшая краска у нас находится здесь. И также я видел в еще одном каком-то месте. То есть уже наушники выглядят как не совсем новые. То есть как такового качества изготовления наушников уже нет. Все очень бюджетно, но зато наушники очень легкие, везде пластик, абсолютно никакого металла здесь нет. Но и прямо они не болтаются. То есть погремушкой они не являются. О чем я забыл сказать в ролике про Shure Aonic 50. То, что они как раз таки, ты их трясешь, и вот как такая погремушка выходит. Здесь все вроде как собрано качественнее. Амбушюры это то, что новым выглядит хорошо, потому что они прям приятненькие, интересные. Здесь также есть мягкая такая проставочка, все круто. Но подобный тип амбушюр очень быстро впитывает в себя пот. И со временем они становятся уже не такими интересными. Ну и резиновое оголовье это, как по мне, все-таки для совсем бюджетного сегмента в тех же суперлюксах, там за 25-30 долларов это актуально. Но когда бюджет под 300 долларов, это уже так себе. По... Тут даже не знаешь, с чего начать, чтобы какой-то позитив сказать. Есть позитив. Это физические клавиши. Они нормальные по своему качеству, хорошо отделены друг от друга, но, к сожалению, нет обычного разъема 3,5 мм или хотя бы 2,5 мм. То есть есть только цифровой вход Type-C. По... А, вот. Из таких преимуществ есть кодек aptX и aptX HD, что тоже вот для кого-то является особым преимуществом. Другое дело, что смысла-то в нем особо нет, потому что по звучанию наушники, ну, они прям совсем простенькие. Если в тех же Momentum'ах делали подачу под такую а-ля музыкальность, то есть там басище-басюще прям есть, они валят. И это уже является таким преимуществом, что вот это музыкальные наушники, это их подача, это такая реализация. Мне не нравится, ну, так и все. Это мои проблемы. Здесь такого нет, потому что подача, она глобально, ну, околомониторная. Не сказать, что здесь бас обладает какой-то хорошей массивностью. Высокие частоты, они тоже как-то и не на передний план не выведены, ни куда-то назад не уведены, все вроде как нормально. Но если в случае с теми же AONIC'ами, я понимаю, что они стоят дороже, но тем не менее, там это проявлялось в детальности. То, что наушники очень детальные, очень с хорошим разрешением, там сцены имеют всякие разделения плана, это хорошие атаки, которые прям быстрые, хлесткие, это все преимущество. То здесь этого нет, потому что и детальности как таковой нет, и эмоциональности в вокале также нет. И высокие частоты, они все равно пустые. То есть там нет деталей и нет каких-то эмоций. То есть хотя бы что-то одно из двух, но оно должно быть. И я напомню, что мы говорим про бюджет, ну, около 300 долларов. Их прямые конкуренты это Soundcore Space One, которые стоят около 100 долларов. Но там качество пластика намного больше, качество изготовления намного лучше. Те же амбушюры более правильные, там звук намного более детальный. И воспринимаются они дороже. Ну и плюс комплект, ну, более-менее нормальный здесь, всего этого нет. И я не понимаю, как вообще строится ценообразование. Опять же, все исходит только от цены. Если бы они стоили 70 долларов, то я бы сказал, ну, фиг с ним. Клей это возможно только в моем экземпляре. Потекшая краска это тоже возможно. Только у меня то, что пластик, ну, как бы фиг с ним. Это ж не 100 долларов, что там уже просить что-то по звучанию. Ну да, оно тоже простенько. Ну и опять-таки, это особенности бюджета. В этом нет ничего такого. Там доплати еще 30 долларов, и за 100 баксов ты уже получишь какие-нибудь аудиотехники M20XBT, которые будут звучать хорошо. Ну, все, это было бы оправдано. Я бы уже сказал, что 70 долларов, это вполне себе нормальные наушники. Да, все простенько, да, удешевлено все. Но, по крайней мере, это Sennheiser. Вы так или иначе платите за бренд. Но когда это не 70, это 270. Ну, серьезно. За схожие деньги раньше можно было купить Momentum III, которые уже офигительные наушники. Ну, просто шикарнейшие. Там все, все было на очень высоком уровне. Это флагман, в котором ты брал каждую деталюшку и вот ее расхваливал. А вот здесь как классно, а вот здесь как классно. А дизайн, а шумодав, а то, как они складываются, а то, как они включаются, а то, как в звуке сделаны какие-то фишки. Там ты все просто говори, говори, говори и хвали. Просто описывая каждый элемент. А здесь получается ровно обратная ситуация. То, что каждый элемент спорный. Вот чем дальше ты с ними взаимодействуешь, тем больше ты видишь каких-то нюансов и косяков. Да, вот краска еще здесь неправильно нанесена. Ну и то, что по центру этот шов виден, тоже ненормально. Короче, я не понимаю. Деньги приличнейшие, очень даже приличные. Так намного лучше купить какие-нибудь One More Zone of Low, которые также будут, ну, глобально плохенькие. Или те же Soundcore Q45, Q30, KZH-10. Это все будет спорное, но оно просто дешевле. Намного, да блин, да даже JBL Tune 770 какие-нибудь. То есть это тоже плюс-минус тот же бюджет. Но вот, это оттуда же, из того же бюджета. Откуда берется эта цена, не ясно абсолютно. Поэтому как подешевеют до 70 долларов, можно будет говорить. Пока что это все очень сильно дико. И не вижу смысла расписывать дальше. Ну, потому что ты дальше будешь просто какие-то косяки говорить. Нет здесь того преимущества, о котором мне бы хотелось говорить. Ну, вот так, так получается. Да, я знаю, что эти наушники многим понравятся. Они зайдут, скажут, что вот, ну, фигню ты говоришь. Я зашел, мне понравилось, я купил. У меня здесь клея не было. Я тоже понимаю этих людей. Но когда уже есть опыт с совершенно разными моделями, когда ты помнишь, какими были Sennheiser в 11-м году, в 15-м году, в 19-м, ты знаешь, какой есть бэкграунд, и как вот оно могло было бы быть, то уже сложнее об этом говорить. И когда ты отслушал еще около 200 моделей, также полноразмерных, также беспроводных, и ты понимаешь, что вот, ну, все-таки за эти деньги это, ну, неправильно и некорректно. Поэтому все, буду завершать. Если вас они заинтересовали, то по ссылке в описании сможете найти. И прикол был сейчас. Записывал сразу же два видео, и коробка с Sennheiser стояла на полу, дожидалась в своей очереди, подошла кошка их понюхать, и у нее сработал рфотный рефлекс. То есть из-за этого мне пришлось прервать запись. Там как раз-таки склейка будет видна под конец предыдущего видео. Но, скорее всего, это связано с тем, что кошка просто поела травы, и, ну, вот у них бывает такой процесс. Но в моменте это странно, когда идет кошка, понюхала наушники, и все, и вот это вот начинается. Ну, да. Просто логичное завершение данного видео. Что еще можно сказать? Как сказал, заинтересовали, посылки будут. У меня на этом все. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч.